Ну что, ребят, ролик по поводу битка, соответственно, индекс страха и жадности вернулся на исходную, как минимум по поводу доминации USDT. Вчера она поднялась, то есть у нас было падение рынка, сейчас немножко понижается, говорит о том, что киты могут постепенно откупать у нас монеты. Давайте посмотрим по доминации остальных у нас показателей, да, то есть доминация у нас биткоина стоит на одном месте. Кстати, у нас биткоин, индекс волатильности, давайте глянем, индекс волатильности. Если посмотреть интересный индекс, я нашел индекс волатильности, как минимум сейчас она находится на относительно донное значение, опять идет, то есть у нас был подъем, да, когда у нас было бытие шахтов 17 августа и после этого, как минимум, дальше идет снижение, то есть опять затухание волатильности. Если посмотреть по, ну, поэтому тоже смотрите BV, можно смотреть на 3DNU по поводу доминации, то есть доминация эфира у нас ослабла, то есть у нас тоже давят цену вниз по поводу доминации BNB, давайте глянем, тоже начали его выкупать. Так, глянем по доминации всех альтов. Доминация всех альтов в пасти аллигатора пока не закрывает, здесь, как мы видим, дорисовали вот эти свечки, хотя здесь тоже гэпы были, да, ну, кто смотрел мои ролики внимательно, тут помнит это. Потом у нас Форк Солана, предложенный основателем Мейкер Дауа, и у нас основатель Мейкер Дауа недавно предложил новаторский план для следующей стратегии Мейкер, вот, и говорит, что использует Форк блокчейна Солана, ну, не знаю, как по мне, это так себе идея. И, в принципе, для заключительного этапа стратегии какой-то финал, и, говорит, это пятый последний этап под названием New Chain направлен на перестройку всего протокола Мейкер на автономном блокчейне. Выделил три ключевые выбора кодовой базы Солана, которая лагает постоянно, да, ну, в последнее время они там что-то читали, что у них не было ни одного сбоя за эти последние, там, месяцы. Ну, я напоминаю, что сеть Солана там дохер раз вырубалась, и, как бы, в прошлом году там что-то около пяти или десяти раз, и в прошлом там двадцать раз или сколько, ну, то есть, сеть действительно лагучая, и монета и так уже дала бешеный эксек, и считается, получается, высокооптимизированным, ну, это уже смешно. Но, вот, потом экосистема доказала свою устойчивость, тоже смешно, имеет процветающее сообщество разработчиков, к которому может подключиться Мейкер, ну, и успешная примера разветвления кодовой базы для аналогичных проектов, таких как ПИД, и свидетельство ее адаптивности. Ну, и также еще говорит, несмотря на обещание Солана, не упустила альтернативы Космос еще одним сильным соперником, однако, по эффективности говорит, что, типа, уступает Солане. Я не считаю, что Космос уступает Солане, это бред полнейший, вот, потому что Солана постоянно у нас лагает, вот. Ну, и биткоин у нас может достичь 23 тысячи долларов, если у нас это произойдет, ну, и, в принципе, у нас говорится, типа, якобы были бычьи новости по поводу биткоин ETF, потом их отклонили, ну, и, в принципе, может достичь 23 тысячи долларов, если у нас поддерживает шаткую позицию, и данные внутри сети показывает, не хватает сильной поддержки ниже отметки 25400, и, в принципе, можем упасть. Ссылаясь на метрику реализованного распределения UTXO, да, компании Glassnode, и, получается, служит дорожной картой вероятных уровней ценовой поддержки и сопротивления, констатирует и важный факт о текущем положении биткоина. Ну, и не хватает сильной поддержки ниже отметки, ну, и можем скорректироваться 23340. Ну, и, в общем, шансы против биткоин быков в сентябре у нас исторически приносили отрицательную доходность в большинстве случаев, да, я напоминаю. Ну, и давайте посмотрим, есть ли тут у нас уровень поддержки какой-то. Ну, на самом деле, поддержка у нас в районе где-то 23200, поэтому, в принципе, плюс-минус он правильно сказал, но у него 23400, но у меня, в принципе, хотя здесь у нас нет, 23400 у меня там уровня нет, у меня 23200, ну, и плюс здесь довольно-таки сильный у нас уровень был где-то в районе, вот здесь, получается, 19 тысяч в том числе. Поэтому имейте в виду. Потом, соответственно, у нас говорят, медвежий крипторынок, судебный процесс Грискелл сказался на курсах, никак он не сказался, абсолютно просто сбрыли ликвидации, я уже об этом говорил. Ну, и, в принципе, типа они сначала приняли заявку, потом отказали, вот у нас говорят, что типа инфляция, борьба с инфляцией, там ФРС сюда еще приплетают, потом там то облигации говорили, из-за облигаций мы упали или подросли там, ну, в общем, такой бред. Вот, Bitwise у нас отозвала заявку на запуск ETF на базе корзины биткоина и эфириума, ну, то есть у нас на базе эфира и биткоина они уже отменили свою заявку, которую подавали еще, получается, 3 августа, то есть уже второй год мы лежат, да, и на момент комиссии останется время до рассмотрения до января, марта, апреля и мая 24-го года. Майя 24-го года у нас ETF переносится, и это говорит о том, помните, у нас в мае 24-го года перенесли суд Ripple, то есть это говорит о чем, что бычьего рынка до этого момента не будет и будет дальше, скорее всего, медвежка. Я об этом предупреждал, что даже половину, как минимум, 24-го года, если не весь его, будут мрыжить. И если дату опять отодвинут, то имейте в виду, что медвежка продолжится, это будет уже просто лютый сигнал, вот, поэтому оценили вероятность запуска из Bloomberg до конца 23-го года в 75%, но, как минимум, это все вилами по воде писано. И у нас в Карьков вчера сказали, что, типа, проблема USDT с привязкой, я не знаю, как там привязка у USDT, ну и, как минимум, доминация, в принципе, его никак не ослабла, она является ключевой у нас. Не знаю, почему у нас тут стоит USDC и DAI, в моменте они там были, а, потому что у нас в марте было падение, поэтому у нас TP был самый большой, помните, до 89 центов они падали, и они алгоритмически, то есть USDC и DAI я крайне не рекомендую. По USDT у нас сказали до февраля 24-го года, Binance сказала, вот, прекратить поддержку его в 24-м году, то USDT для меня вообще непонятный, стейблкоин, ну, остается только USDT, многие скажут, что вот нас загоняют в USDT, ну, есть еще наличка, да, есть еще просто USD, да, цифровой доллар на разных платформах, ну, допустим, тот же кошелек там Pair, либо еще какие-то, либо там Perfect Money, либо еще какие-то, поэтому имейте в виду. Вот, и у USDT есть проблема со стабильностью привязки, ну, это все ахинея полная, типа, продажа токенов, типа, была на Binance, на 500 миллионов, Huobi, Uniswap и других биржек, то есть он самый ликвидный, его уже хоронят, сколько лет я его знаю, и каждую медвежку, каждая коррекция, каждое падение ему говорят, что, типа, все там, у нас взимает 0,1% за конвертацию свыше 100 тысяч долларов, ну, и, типа, вот, отчитался у нас 850 миллионов чистой прибыли, я напоминаю, поэтому позднее стало известно, что Тизер инвестировал миллиард по проекту в майнингу биткоина в Сальвадоре. Ну, наверное, аж есть у них бабки, если они делают такие вложения, вот, ну, и, как минимум, никакой отвязки не было, там, на какую-то десятую, десятитысячную цента, может, он там что-то отвязался, но это вообще не имеет никакого значения, если посмотреть, где он торгуется на всех биржах, как минимум, отвязки у него, ну, были, потолок там до 90 центов, и то это было в 2017 году, возможно ли это возможно, если посмотреть по поводу капитализации, она ни хера не падает, в отличие от других стейблкоинов, я об этом уже рассказывал. Вот, поэтому биткоин на данном этапе, как минимум, пытаются что-то выкупать, волатильность тоже никакая, это говорит о том, что у нас тоже в ближайшее время может образоваться какая-то консолидация, а потом выход вверх, либо вниз. Вот, потом, соответственно, у нас 1 инч продолжает падать, то есть альты у нас ослабляются, 1 инч идет обновлять свой минимум, и, в принципе, это хорошо для нас, потому что можно купить будет по более дешевым отметкам. Потом, соответственно, у нас CRB, вернее, IF тоже продолжает снижаться, вернуться к тем отметкам, откуда я стартовал отскок, вот, по поводу CRB, в принципе, тоже охерительная точка входа, как минимум, сбыли шерты, я об этом предупреждал, ну, и потом дальнейшее движение вниз. Потом, соответственно, ну, то есть, как минимум, уже находимся на относительно донных отметках, и, в принципе, практически пришли к вот этой зоне в, там, 4-3,5 цента, где у нас и был он изначально при падении, поэтому не надо пугаться, наоборот, на таком страхе, пока все обсираются, надо закупать в долгосрок и держать данные монеты добычного рынка, который будет в 25-м году, мое мнение, вот. Потом Zcash у нас выкупают, кстати, он может отрабатывать на опережение, но посмотрим, что будет у нас завтра, пока что отскок. Dash, кстати, у нас падает, поэтому тут такая спорная немножко ситуация. По поводу Monero, я надеюсь, его будут лить сильнее, потому что я хочу его увидеть подешевле, как минимум, этот клин у нас сужается, и вполне можно ожидать выхода. Вверх либо вниз, никто не знает, ну, конечно, в идеале увидеть вниз, для того, чтобы увидеть его подешевле и, наконец, затаиться им, потому что я им еще не закупался. Да, у меня есть монетки еще там с 21-го года и с 22-го, но, опять же таки, хотелось бы закупиться еще в этом году по более интересным отметочкам. Вот, по поводу, давайте глянем BNB, ETH, что у нас происходит, соответственно, BNB на текущем этапе так, начало немножко подлагивать, но, я думаю, не критично. Отскок, но видно, что цену давят вниз, то же самое, ну, и, в принципе, вернулись к этим отметкам в долгосрок. Я не считаю, что это будет ошибка, даже если вы добираетесь сейчас, но, опять же таки, более подробные рекомендации в закрытом клубе. Вот, по поводу ETH, тоже чуть-чуть там выкупают. Ну, движение, в принципе, аналогичное, как и по битку и по эферу, поэтому, чему тут удивляться. Альткоины следует за другом. По поводу биткоин кэш, я считаю, еще прольют, поэтому это отскок у нас всего лишь к падению, нужно иметь в виду. Далее, по поводу EOS, как минимум, тоже, по-моему, он обновил минимумы, насколько я помню, сейчас подгрузят. Не, не обновил, вернулся к вот этим же отметкам. Вот, поэтому такая вот ситуация, в принципе, на данном этапе пока не тороплюсь заходить. Я напоминаю еще раз, что у нас Avalanche оказывается тоже CBDC, авакс монета, поэтому в долгосрок я тоже ее рекомендую брать. Ну, а по поводу графика, уже она там упала минус 92%, я это упоминал в роликах про XRP, поэтому, если не смотрите их, то смотрите обязательно. И, в принципе, она напоминает у нас такое длительное накопление, вот здесь уже около почти двух лет. И нисходящий канал, который выстрелит потом наверх и покажет динамику в 2 ТХ как минимум, а на бычьем рынке это может быть и 5, и 10 Х больше. Поэтому всем удачи и всем пока!